Алтайский край, где человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор ведем. Первым делом построили храм, храм, а потом школа государственная. Нас немного, но приезжает местный митрополит Алтайский, московского патриархата, митрополит Сергий Иванников, как отец родной. Я думаю, что таких митрополитов мало где. Просто удивительно, какого человека Бог дал нам. А до этого были такие сложные отношения. Того убрали далеко, в Липецк отослали. А Алтай-то это же жительница Сибири. Огромные приходы, и огромные доходные. И мы 150 километров от Барнаула, и дорога там 16 километров такая, проселочная. И он все равно приезжает со священниками, с семинаристами. Это Бог так делает. Если вы зайдете на наш Ютуб, вы это все увидите. Он называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Канал. У меня там 17 тысяч 400 роликов. «Во свете Библии». Свет. Вы напечатайте, чтобы я увидел, правильно или неправильно. Игнатий Лапкин. Напечатайте, чтобы без ошибки. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вы вот здесь у себя напишите, я скажу вам. Подо мной-то там напечатает. Разрешается. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Игнатий Лапкин». «Да, Игнатий Лапкин». Вот посмотрите. Посмотрите. Игнатий Лапкин, Кин. Лапкин, Лапкин, не Лапкев, а Лапкин. Дальше правильно все. Лапкин. Лапкин. Вот, переправьте. Все. Теперь зарядите при мне сейчас, зарядите YouTube канал. Напишите канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». И она откроется, я узнаю, как открылась. Нашим ресурсам в интернете равных нет по сегодняшний день. Притом, это все наше. Мы не на стороне берем это. «Во свете Библии». А если через Google зарядите, сайт, тоже такие же данные, Игнатий Лапкин. Там вы найдете 41 книга моей, которой 38 в бумажном варианте вышли. Как мы строим православную деревню, моление идет, как архиерейские служения, работа, восстанавливаем пруды, дороги. Все у нас снимается. Показать, как можно жить открыто. Открылась? Открылась. Да. Что там? Сколько подписчиков-то? 43 тысячи. 100. 100. И просмотров 43 миллиона. 43 миллиона. Но это у нас уже непроходимцы какие-то. Пришел-ушел. Это друзья. Они всегда и тут и комментарии дают, и отдельные чаты у нас. Мы молимся по интернету. С разных сторон из стран собираются люди. Я не слышу. А? Вы попали на первую страницу. Это сказать на вводное. Вводное вы попали. Вводное. Там группой стоят, поется песня. А вы теперь на первую страницу зайдите. Вы попали в предбанник. Куда звук-то делался? У меня звук пропал почему-то. Не знаю. Сейчас вы меня не слышите. Так, все, я отхожу сейчас. Мне уже надо идти. Я благодарю вас. Вам слышно, нет? Я хочу сказать до свидания. Все. До свидания. До свидания. До свидания. Это не бог, а идол. Он никогда богом не назывался. И вы ему не молитесь, как богу. И жертву не приносите. Это один обман. Не, дашь бог, дашь бог. Дашь бог. Знаете, апостолы, только не ругайтесь, прошу очень. Не ругайтесь. Мы часто со старшими, как мы можем сказать. А то мы вот слышим, Ян Златоуз говорит, в Римской империи было 500 божеств. По названию, а в действительности ни одного. И христиане, которых бросали львам в первом веке, они поднимали один перст и кричали «Кристос Рагна! Христос царствует!» Все 500 божеств, Венера, Юпитер, Марс, Аскрипий, Кронос, все исчезли. А христианство сегодня 2 миллиарда 200 миллионов. Разноверующие. А мусульмане? Мусульмане? 2 миллиарда. Смотри, давай возьмем православие. Вот, смотрите, мы пришли сюда, чтобы показать людям, как надо жить по Святой Библии. Нет, подожди, ну можно мы тебя высушили сейчас, секунду, свое слово? Только не ругаться. Ни одного слова, чтобы не было поганого. Смотри, сколько всяких святых есть в христианской вере? Сколько святых? Да. Сонмы, канонизированных, 1173. А это не идолы? Это не многобожие? Это живые люди, живые люди, как Серапим Саровский. Какие идолы? Они почитают фактически. Ну, я вам ответил. Знаете, как говорят, диалог не удался, переходим сразу к оскорблениям. Так нельзя. Я вам ответил. Один бог знает. Один бог знает. Но канонизированных 12 книг Дмитрия Ростовского, 1173. А зачем? Это же вы идол поклонничества. Ну, все, я вам ответил. Это ваше мнение, вы с ним умрете и пойдете в ад. А мусульмане, а как же мусульмане? А мусульмане так. У них есть своя священная книга. Вот перед вами. Коран есть. Вот, считай, что написано. Вот и баран. Вместо Коран баран будет. Я мусульманам говорю здесь. Сидят 3-4 человека. Я говорю, а вы зачем здесь? Я пришел для того, чтобы людям помочь выбраться из этой помойки. Из этого блудилища Содома. Ну, познакомиться с кем? Не знаю. Я говорю, я знаю. Слушай внимательно. Вам по вашей вере разрешается иметь 4 жены. Ну, да. 4 жены. Но за каждую платить большой колым надо. И о детях заботиться. А тут пришел в рулетку. 44 голые даром. И вы южные жеребцы пашите на северных кобылах. Ну, все правильно на самом деле говоришь. Ладно, ты сам какой веры? Ты православный? Я православный христианин. Нахожусь в городе Барнауле. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. А почему вы в чатру летку решили зайти? Что? Почему вы в данный сервис решили зайти? Ну, для видеосвязи. Я не просто зашел. 4 месяца работаю здесь. Ежедневно 14-16 часов. Людям помочь найти Бога. Я проповедник-миссионер. И для этого я должен прийти сюда. А как вы вообще смотрите на другие точки зрения на мир? На другие что? Ну, другие точки зрения, помимо святых писаний. Ну, знаете, мы ни точки и ни кочки не ищем. У нас есть Библия, откровение Божие, в которой писали святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. И там написано так. Деяние апостолов 4.12. Нет другого имени под небом... Вы на полпредложения предбиваете. Нет другого имени под небом данного человеком, которым отлежало бы нам спастись. Евангелие Отечеона 3.36. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увеет в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот как. Я по-другому не могу мыслить. Но все эти религии это способ упрощения нашей жизни. Мы не о религии говорим, а о Христе, который умер и воскрес для нашего оправдания. Просто обозначено. Не будем не брать никакую религию. Просто комплексно. Все эти концепции. А это чего надо делать? Чтобы в сложности... Мы христиане, христианство. Не так христианство. Не верующих, которые идолопоклонники, которые пришли сейчас язычники. А они только 8% в мировом счете на 7,5 миллиардов. Но на эти 8%... Ну откуда, скажешь, знаешь. Христиан 2 миллиарда 200 миллионов. Мусульман 2 миллиарда. И Индия почти 2 миллиарда. А как буддисты? Я буддистов сейчас и говорю. Про Индию я сказал, это имею ввиду Китай и Индию. Так вот. А на эти 8% падает 99,9% всех преступлений. Потому что сдерживающей узды нету. Как Надежда Константиновна Крупская говорила. Религия это узда для масс. Ее сбросили. И начали друг друга уничтожать. А как вы смотрите на то, что естественная мораль, она гораздо справедливее, чем... А ее нету морали. Она только морать может. Куча людей живет в нищете и попутно при этом прикрывается. Никакой морали нету без Бога. Есть только выдумка, когда это выгодно. Есть естественная жизненная мораль. Я однажды пришли... Вот я начальник детского лагеря. Основал детский православный лагерь. И 45 лет бесплатно тысячи детей подняли. Но меня все время... Вы на полгода, на полсловия пребываете. И вот одна мать пожаловалась, что сын ее делает гимнастику здесь на траве. Я говорю, а как в воздухе ее делать? Приехали помпрокурора нашей Мамонтовского района. И там небольшой лейтенант, кажется, женщина. Полиция теперь называется. И вот они разговаривают, спрашивают, а как это, как это. Я им все отвечаю. И дальше начинается такое, чего никогда не скажешь. Они пришли, чтобы меня ткнуть. А получилось, уезжают как друзья. Она приехала, помпрокурора, в штанах. У нас не положено, чтобы женщина в штанах ходила. Я ее не запускаю. Вытащили ей юбку, наделала, она преобразилась совсем. Мы проповедуем Христа распятого, воскресшего, который дал нам нормы. Я тогда говорю, знаете, вот у меня хороший знакомый, первый секретарь райкома партии был Куфаев Владимир Алексеевич. Он говорит, что вы хвалите его, он в тюрьме сидит. Как в тюрьме? Он был заместителем губернатора края нашего, Алтайского края. А он говорит, с сыном Юрием, который деньги какие-то отпускает государство на сельское хозяйство. Мы с нуля деревню православную основали. С нуля. Его посадили. Я даже не поверил. Я говорю, я бы обязательно его посетил. Хороший человек, такой моральный. И оказалось вот так. И при том это не один. Вы возьмите, чем чище человек проверяет его. Он может служить в органах, которые охраняют наш порядок. Возьмите по порядку, кто такой Ежов? Самый главный палач. Ягода. Кто? По порядку давайте. Щелоков. Кто? Берия. Кто? Самые отъявленные, на самые высокие места идут. А вы говорите мораль. Только морать. А в школах чему учат? Я однажды присутствовал. Собрание было мулы и мамы мусульман. Я им говорю, уважаемые, можно я там один вопрос задам? Пожалуйста. Тебе обидное? Ну, конечно же, и есть. Ну, показать вы можете? Обычно говорят, нет, она у бабушки за стенкой. Покажите, пожалуйста. Не, я сейчас не хочу ее показать. Значит, ее и нету. Как один говорит, один брехоны собрались. Зачем же обманывать? Да я вас ее не заберу, у меня своя есть. А что тогда делать теперь? Жить во Христа верить. Поверить, что он за тебя умер и ждет тебя с покаянием. А не так, что и сблудились, и мозги свихнули свои. Дурдом устроили здесь чат-рулетки. Это не просто чат-рулетка, а мусульманская водщина, разврата. Почему? Ну, потому что их тут 90%. А почему? Потому что им разрешено одновременно четыре жены. Я-то не придумываю. Это ужасно. Ужасно. У нас у христиан, если две жены, его даже в церковь не запустят поганцы. А вы за сколько живете? Я вам проповедую о Христе. У вас Библии нету, не считаете, значит, и не знаете закона Божия. И живете так, как бессловесная скотина говорит. Что по природе знают, тем расслевают себя. Вот так вот. Ну, все тогда, раз у вас вопросы есть какие духовные. Так что делать-то? Делать покаяться перед Христом, что он умер за нас. И спросить прощения. И чтобы он послал благодать обращения. Благодать обращающая коснулась сердца. А откуда у вас интернет? Откуда интернет? А его изобрел Тим Бернерс Ли, за которого мы молимся каждый день. И по милости Божьей мы его имеем. Я понял. Откуда вы вещаете? Откуда вы вещаете? Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Довольно справки? А я вас и не спрашиваю, кто вы, сколько, потому что вы одинаковые все. Вас несет как щепки в отвал. И вы Бога не боитесь. А как бы верующий, ты бы сейчас ухватился узнать, а что Бог говорит? Как мне спасти душу? А вам и нужды нету. И все это блудный ум. Ухаживай за спиной. А? А что делать-то можно? Я уже два раза ответил, третий раз отвечаю. Примириться с Богом через Иисуса Христа, который умер за нас. Пойти в храм, исповедоваться перед священником. И начать жизнь христианскую. С какого дня? Сейчас же, сегодня. Так, все, я отхожу. С Богом.